20-й юбилейной ярмарки интеллектуальной литературы «Нонфикшн». Ярмарка проходит все эти годы при поддержке Федерального агентства по печати и средствам массовой коммуникации. Я хотел бы предоставить прежде всего слово Николаю Вадимовичу Сославицку, руководителю агентства. Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые коллеги, наши итальянские гости! Бенвенути! Добро пожаловать! Сегодня действительно юбилейная 20-я книжная выставка-ярмарка. И вы знаете, мы с некоторым, конечно, оттенком грусти встречаем этот книжный праздник, потому что она в последний раз проходит здесь, в Центральном доме художника, в здании, к которому мы уже привыкли, в котором создана прекрасная, уютная атмосфера. И вот каждый конец ноября, начало декабря, как правило, в ненастную погоду мы видим здесь книжный праздник и чувствуем пульс современной книги. У нас работает такая своеобразная машина времени, потому что издатели готовятся и лучшие свои книжные новинки приберегают как раз к открытию нон-фикшн. И вы увидите, что на многих стендах, когда вы берете свежую книгу в руки, там будет написано 2019 год. То есть она помечена уже будущим годом. Поэтому здесь можно увидеть самую-самую свежую книжную выпечку, которая только что подана из полиграфической печки. В этом году Республика Италия является почетным гостем. И в гостях у нон-фикшн. Прекрасная такая команда, литературный десант из популярных писателей, ученых, культурологов, подготовлено много мероприятий, это и презентации, и трубные столы. И мы этому очень рады, ведь российско-итальянские культурные связи начинаются с 15 века. В 1437 году было написано «Хождение в Венецию» митрополитом Исидором, и с тех пор Италия всегда является привлекательной страной для русских путешественников, для русских писателей, для русских художников. И я от всего сердца хотел поблагодарить наших итальянских коллег за ту большую работу, которая была проделана для того, чтобы столь представительно выступить на ярмарке нон-фикшн. С праздником! Спасибо! Василий Владимирович, Михаил Владимирович, спасибо вам большое для любезных слов. Я извиняюсь от именно посла Италии, Пасхуалу Терначану, который задержан на какой-то пробке, как вы понимаете, в Москве это та жизнь. И хочу продолжать, ну, наверное, продолжать по-русски. Мы очень благодарны для приглашения принимать участие на 20-й нон-фикшн в качестве почетного гостя. Мы делали свое лучшее усилие, чтобы быть здесь. И как вы будете, как вы будете обнаруживать, у нас пришли авторы, пришли писатели. И мы будем предоставить Италию на высоком уровне. Но надо сказать, что в этом году это уже второй раз Италия является почетным гостем в России. Впервые была в Санкт-Петербурге на седьмой форум, культурный форум. И еще у нас сейчас новый визов здесь в Москве. Ну, назвать визов, это, наверное, неправда, потому что здесь очень легко для нас. Все знают Италию, все любят Италию, все читают даже по-итальянски наши книги. Но как можно не победить? Ну, это надежда, конечно, но я тоже уверен, что наше присутствие здесь будет успехом для нон-фикшн и для нас. Я хочу еще раз поблагодарить организаторов и желать большой успех на нон-фикшн номер 20. Спасибо. Кто-то еще хочет выступить, да, вот Ольга. Да, скажите. Здравствуйте. Я хотела бы передать слово госпоже Пауле Пасторейле, представительница Министерства культуры Италии и директор всех библиотек и институтов культуры Италии. Спасибо. Пауле Пасторейле. Спасибо. Большое спасибо всем собравшимся, я хочу сказать благодарность представителям, официальным представителям из России, я также всем, кто еще возможно собраться на этой выставке и благодарю также Оргкомитет. Essere qui, rappresentare l'Italia, rappresentare il Ministero per i beni e le attività culturali, rappresentare la Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali, mi rende orgullosa, mi honora, ma nel contempo mi emoziona profondamente. Для меня большая честь представлять здесь Италию, Министерство Культуры, Культурного Наследия и Культурные Деятельности Италии, а также главную, Генеральную Direcцию Biblioteche и Иститутов Культуры. Я очень гордаюсь этим и очень взволноваюсь. Городие Италия-Россия и Италия-Россия являются, как уже было представлено, репортии декоративной декорации, но эти происходы, эта очень важная кармессия интернациональная, позволяет нам fortеться на протяжении уже существующих между Италией и Россией. Отношения Италии-России имеют очень богатую историю и находятся на прекрасном уровне, как здесь уже отмечалось в предыдущих выступлениях. Но подобные мероприятия, подобные праздники-книги служат еще большему укреплению и развитию этих связей. И как всегда, друзья, испытывают потребность узнать друг друга лучше и подробнее о своей жизни, постоянно обмениваться впечатлениями и новыми событиями. Это помогает нам развиваться и идти вперед. В завершение я хочу пригласить всех вас на стенд Италии и пожелать всем успешной выставки, успешной ярмарки. Спасибо. Еще предоставляем слово господину Риккардо Франко-Леви, президент Ассоциации Италианских Издателей. Здравствуйте. Хочу сказать, что книжная ярмарка это всегда праздник. Праздник для читателей, для писателей и для издателей. На этой двадцатой ярмарке non-фикшн итальянские издатели будут представлены очень широко. Уна капацитта sempre пью evidentе ди раффорзарси суи меркати интернационали, до ве либро итальяно conquиста sempre nuoви амирATORИ и нови спази ди меркато. Итальянская книга и продукция итальянских издателей завоевывает все большее место и все больше популярность на мировом рынке. И этому успеху итальянский издательский бизнес обязан прежде всего таланту писателей, которые пишут для вас книги, предпринимательские хватки издателей и также способности на переводчиков. И благодаря этому своему распространению и завоеванию позиций на международном книжном рынке, итальянский книжный бизнес, итальянская книжная издательская отрасль стала важнейшей отраслью культуры Италии. унищет очень интересы для России и для нас есть вера причина для быть здесь. И всех нас объединяет особый постоянный интерес к России, к ее культуре. Именно поэтому мы сегодня здесь...